Мы хотим всем вам сказать, добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Сегодняшняя передача транслируется из церкви Игл Маунтин. И все мы, собравшиеся здесь, перед тем, как включили камеру, говорили о том, как чудесно, что есть люди. И как чудесно, что здесь есть вы. И все те, кто находится сейчас в учебном классе в сети интернет, слава Богу. Ведите там себя хорошо, слава Богу. Аминь. И мы отлично проведем время на этих передачах. И все, кто слушает нас по радио, мы так благословены тем, что вы нас сейчас слушаете. Отец, мы прославляем и благодарим тебя за сегодняшнюю передачу. Мы воздаем тебе хвалу и честь за нее. Иисус Господь. И мы почитаем и превозносим Твое Слово. И мы верим, что принимаем откровения с небес. Слова, которые приносят на землю небеса. Во имя Иисуса. Аминь. Давайте откроем наши Библии на четвертой главе книги Даниила. Мы обращаемся к теме, во время изучения которой мы увидим удивительные вещи. из Слова Божьего. В большинстве случаев это будут вещи, о которых многие люди знают очень и очень мало. Мы будем говорить о власти верующего. Мы будем говорить о власти тела Христова. Говорить о власти Иисуса на земле. Откуда эта власть пришла? Но это затронет сферы нашей личной ответственности. Это удивительная тема. Но еще удивительное то, как я уже сказал, как мало людей об этом знает. И как нам важно об этом знать. Перед тем, как мы прочитаем это местописание, позвольте вам кое-что проиллюстрировать. Я молился об этом пару дней назад, и Господь начал говорить мне в моем сердце насчет этого. И он сказал, «Я хочу, чтобы ты разобрался, говоря об этих передачах и этих собраниях. Я хочу, чтобы ты разобрался вот с каким вопросом. Например, как если бы кто-то возвал ко мне и сказал, «О, Боже, пожалуйста, помоги мне». Дьявол пытается меня задавить. Вот здесь такая проблема, а там такая проблема. Вот в моем доме есть болезнь, вот проблема правительства, и вот проблема в моей семье, проблемы с детьми, с наркотиками, то есть всевозможные проблемы жизненной бури. И то проклятие, которое пришло на эту землю в результате союза Адама с Сатаной. В результате того, что тогда произошло. Но Библия говорит, что мы искуплены от проклятия. И Бог сказал, «Я хочу, чтобы ты разобрался вот с каким вопросом. Например, если бы кто-то вот так ко мне возвал, я бы пришел к тому человеку и сказал, «Хорошо, я хочу, чтобы ты увидел следующее». И он сказал, «Если бы я подошел к тебе с таким гигантским, мощным ружьем в одной руке и с обладающими самой убойной силой патронами в другой, я бы у тебя на глазах зарядил это ружье. Зарядил бы это ружье, нацелил бы его на дьявола, который доставляет тебе проблемы и... А когда бы дым рассеялся, все бесы были бы трупами... И тогда ты бы, конечно, сказал, «Слава Богу! Спасибо, Господь!» Но тут Бог говорит, «Нет, нет, погоди минутку. Теперь я отдаю это оружие тебе. Вот патроны, которых тебе хватит до конца твоей жизни. Вот ружье. Вот я его перезарядил и отдал тебе. И даю тебе власть применять мое оружие против врага, против греха, болезней, бесов, страха, нищеты и любых проблем в сфере духа, души, тела и финансов. И я отдаю тебе это оружие. А сам ухожу. Я дал тебе власть его применять. Я показал тебе, как им пользоваться. Я дал тебе все патроны, которые тебе когда-либо понадобятся. Я требую от тебя лишь его применять. И вот вы берете это оружие и говорите, «О, замечательно, только посмотрите. Это самое мощное оружие на Земле». И идете и кладете его на полку. Кладете его в теклянный ящик. Ставите рядом свечечку. И приставляете к нему лесенку, чтобы подниматься по ней каждое утро перед завтраком его целовать. Но вот через два дня приходит другая банда бесов. Вот они идут, просто разрывая ваш дом на части. И вы падаете на свое лицо со словами, «О, Боже! Приди и застрели этого беса, как ты застрелил тех на прошлой неделе. О, Боже! Почему ты ничего не делаешь с этим дьяволом? Неужели ты не видишь, что мой дом полон бесов? О, Боже!» И Бог отвечает, «Что же ты от меня ожидаешь?» Вы говорите, «Ну, честно говоря, мы все ожидаем, что ты придешь и снова его застрелишь». Он отвечает, «Но я никогда не говорил в своем слове, что уберу от тебя дьявола. Я сказал, чтобы именем Моим ты его изгонял. Я сказал, чтобы во имя Мое ты не давал ему места. Я сказал, чтобы во имя Мое ты принял все оружие Божье. Я сказал тебе во имя Мое, что спрошу с тебя в день суда, был ли ты овцой или козлом. И вы говорите, «А, ну да, припоминаю». И это касается даже тех из нас, кто знает и уже не один год ходит в неком подобии власти верующего. Я впервые узнал об этом 34 года назад. И с тех пор пытался изо всех сил в ней ходить. Но здесь самое важное – это практика. Проблема в том, что вместо того, чтобы ходить с этим оружием на стрельбище, мы слишком много времени оставляем его висеть на гвоздике. Пусть из него стреляет проповедник, пусть из него стреляет пастор или тот, кто проповедует на телевидении. Позвоним ему, и пусть это делает он. Слово Божье говорит в пятой главе послания к евреям, что те, которые все еще питаются молоком, не сведущие в слове праведности, они не умеют с ним обращаться. Они не умеют с ним обращаться. Понимаете, слово праведности является нашим оружием. Если вы внимательно прочитаете в шестой главе послания к Ефесянам о нашем оружии, начиная со шлема на нашей голове и заканчивая обувью на наших ногах, строительным материалом для всех них является Слово Божье. Спасение производится Словом Божьим. Праведность производится Словом Божьим. Наши чресла припоясаны истиной. В руке у нас меч духовный, который из Слова Божья, а наши ноги обуты в Евангелии. То есть строительным материалом для всего этого является Слово Божье. Это наше оружие. Понимаете? Но будучи несведущими в нем, вы остаетесь духовными младенцами, а младенцу уязвимы. К ним может подобраться каждый. Павел сказал, «Я хочу, чтобы вы больше не были увлекаемы всяким ветром учения, как младенцы, но возрастали в нем во всем». И обо всем этом мы и будем говорить. И затронем некоторые очень практические вещи. Итак, если вы нашли четвертую главу книги Даниила, давайте прочитаем 22 стих. Здесь идет речь о сне царя Навуходоносора. Мы сейчас не будем во все это углубляться, но вот 22 стих. «Когда Даниил истолковывал царю тот сон». И посмотрите на окончание этого стиха. Он сказал, «Все это произойдет». И в этом не было ничего хорошего. «Доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет». На первый взгляд кажется, будто Бог просто выберет вон того парня, и тот будет царем. Этот парень будет премьер-министром такой-то страны. А что до этого парня? Моя воля в том, чтобы он стал президентом Соединенных Штатов. А тот будет президентом Мексики. А что касается вон того, то... Мы пока еще не решили, что с ним сделать, но мы где-нибудь подыщем ему работу. Вот здесь так и написано. Дает кому хочет, верно? Нет, это еще не вся картина. Это еще не вся картина. Вам нужно изучить, какова его воля в отношении народов. И когда вы дойдете до Нового Завета, то все предстает совершенно в другом свете по сравнению с тем, как это было в Ветхом Завете. А все благодаря приходу Иисуса, пролитию его крови и власти его имени. Этой властью было обличено тело Христова. Теперь у вас есть власть в своем доме. У вас есть власть в своей семье. Эта власть есть лично у вас. Так что сам Бог не возьмет вверх над вашей волей. Если хотите идти в ад, то, пожалуйста, вы можете родиться свыше, креститься Духом Святым, уже две недели говорить на иных языках и взять и по дороге из церкви домой ограбить автозаправочную станцию. Это будет ваше решение. Да, Бог будет с вами. Он будет говорить вам, не делай этого, глупец, не делай этого. Не нужно этого делать, понимаешь? Но Он не ударит вас по лицу. Он не выбьет у вас из руки пистолет и не нокаутирует вас так, что вы не сможете ограбить тот магазин. Идите, грабьте, если хотите. Вас спасают в тюрьму, потому что путь беззаконный жесток. Так говорит Библия. Так говорит Слово Божье. И все это время Он по-прежнему будет обращаться к вам. Невозможно, ночью там, в тюрьме, когда за вами громко закроется дверь, вы скажете, о, Боже! Он ответит, да. Почему ты позволил мне это сделать? Я не позволял тебе этого делать. Кто-то скажет, но Бог допустил это. Конечно, допустил. Да. Несомненно, допустил. Но зачем Он это допустил? Он допустил, чтобы с вами это произошло не для того, чтобы вы в тюрьме чему-то научились. Он это допустил потому, что дал вам власть делать это или не делать. Кто-то скажет, ну вот, Бог допустил, чтобы к вам пришла эта болезнь. Да, Он допустил, чтобы к вам пришла эта болезнь. Наверное, для того, чтобы вы чему-то научились. Нет. Он допустил, чтобы она к вам пришла, потому что дал вам власть не допускать ее. Он дал вам власть возлагать руки на больных, и они будут здоровы. И хотя его слово говорит, он послал слово свое и исцелил их, у тела Христова есть власть и ответственность в отношении всего этого. Христианам-младенцам приходится зависеть от Бога, чтобы двигаться в любой сфере жизни. Именно поэтому все так чудесно, когда вы только-только рождаетесь выше. То есть Бог одевает вам духовные памперсы. Если что-то вдруг не так, Бог тут же бежит на помощь. Но наконец приходит время, когда Он говорит, хорошо, теперь иди, давай, иди. Понимаете? Если бы кто-то пришел сюда с младенцем, если бы Марти, моя невестка, и мой сын Джон пришли сюда, неся на руках маленького Джонатана Дэвида, которому сейчас 8 месяцев, он просто чудесный, прекрасный ребенок. И он такой удивительный, такой замечательный, и он постоянно смеется и хихикает. Но совсем другое дело, если вы придете сюда, неся его на плечах, когда ему будет 18 лет. Вы спросите, что с ним случилось? Ничего. Он умеет ходить? О, да. Так почему его мама пришла сюда, неся его у себя на плечах? Ну, знаете, просто ему нравится ездить на плечах. Что бы вы подумали о таких родителях? Как бы вы отреагировали? Пора этого здорового младенца отпустить на землю, и пусть идет сам. Именно это Бог и пытается вам сказать. Вы поняли мою мысль? Мы уже живем в 21 веке. Мы живем в 7 тысячелетии. Мы живем в самое уникальное время в истории человечества. И у нас уже почти нет времени, чтобы расти. Нам нужно прибавить скорость. Давайте в эти оставшиеся минуты поговорим вот о чем. Бог дает царство, кому хочет. Израильтяне пришли к Самуилу, представителю Бога, и сказали, «Мы хотим царя». Самуил сказал, «Нет, это не воля Божия, чтобы у вас был царь». Они сказали, «Нам все равно, есть ли на это его воля или нет. Мы хотим царя». И это люди, состоящие с Богом в завете, понимаете? Мы не говорим о язычниках. Мы говорим о народе, состоящем с Богом в завете. У Бога был с этими людьми завет. Они сказали, «Мы хотим царя. Мы хотим быть такими, как все». Самуил ответил, «Если вы будете такими, как все, то это вас погубит, потому что вы будете такими, как все». Они сказали, «Нам все равно. Мы так хотим». Самуил обратился к Богу. И Бог сказал, нет, это их погубит. Он сказал, знаете, я достаточно сильно перефразирую его слова, но суть была в следующем. Я это знаю, и ты это знаешь. Ну дай им царя, раз они так хотят. Так в чем же здесь была воля Божья? Была ли воля Божья в том, чтобы у них был царь? Нет. Входило ли это в его планы, чтобы у них был царь? Нет. Но его завет с его народом здесь перевесил провозглашенную им в его слове его волю. И он дал им то, что они хотели, несмотря на то, что это не было его волей. Вы следите за мной? Именно поэтому я и прочитал здесь слова, сказанные Даниилом. Бог дает его кому хочет. Вам нужно знать всю историю, касающуюся воли Божьей. Могу сказать вам следующее. И вам нужно отметить это для себя и хорошенько над этим поразмыслить. Пока вы полностью не обновите свой разум в отношении этого. Бог не спрашивает Соединенных Штатов Америки, как с целой страны, с населением около 280-300 миллионов человек. Он не спрашивает со всех них за аборты, которые делаются в этой стране. Он спрашивает за это с тела Христова. Мы здесь являемся ответственной стороной. У нас есть сила молитвы. У нас есть влияние. Но мы пока так им и не воспользовались. Мы допускаем, чтобы это продолжалось. Мы, по крайней мере, могли бы устроить хоть какую-то небольшую демонстрацию по этому поводу. Но даже это мы позволяем делать язычникам. Но мы не хотим никого беспокоить. Но все же правительство меняет не лозунги и не транспаранты. Да, есть место для выражения протеста и тому подобного. Но главное место протеста находится в вашей молитвенной комнате. В тот день, когда начался тот нашумевший процесс. Я хочу вам сказать, что каждая церковь в Америке должна была объявить пост и пасть на свои лица до тех пор, пока бы эта ситуация не изменилась. Никто не должен был идти на работу. Никто не должен был делать ничего другого. Тело Христово должно было пасть на свое лицо и сказать, «Нет, сатана, ты не будешь убивать младенцев в этой стране и не вставать до тех пор, пока кто-то либо изменит это, либо умрет». Вы меня слушаете? Мы являемся ответственной стороной. Я хотел бы вернуться немного назад, но у меня до конца этой передачи остается всего минуты или две. Завтра мы как раз с этого и начнем, потому что мы подходим к очень важным вещам, которые мы просто обязаны рассмотреть. Потому что мы не просто говорим об этом. Нам придется это делать. На нас лежит ответственность. И чем больше людей из нас знает, как молиться, тем большее на нас лежит ответственность. И сегодня в этой стране и по всему миру есть больше людей, чем их было когда-либо раньше в истории человечества, которые знают, как эффективно молиться согласно Слову Божьему. И теперь нам нужно воздать Богу за то откровение, которое Он нам дал. Аминь. Ведь сказано, мы куплены дорогой ценой, а его затраты пока что не окупились. Но скоро окупятся. Потому что мы здесь, и мы позаботимся об этом в эти последние часы. Нас, как нацию, в Соединенные Штаты, Бог благословил нас всеми возможностями, чтобы не позволить силам тьмы взять над нами вверх. И мы займем свое место. Мы будем делать то, что говорит Писание. Молиться за своего президента, за вице-президента, за Конгресс, за Сенат, за Палату представителей, за всех судей. Слава Богу. Мы будем уделять время тому, чтобы молиться за этих людей. Мы будем молиться за офицеров правоохранительных органов, так как мы еще никогда в жизни за них не молились. И не важно, кто демократ, а кто республиканец. Мы будем молиться за всех, кто находится у власти. Аминь. Как же политическая партия или отдельный политик допускает то, что в их администрации начинает царить неправильная атмосфера? То есть, когда их администрация позволяет греху спокойно существовать там и в том, что находится в ее видении. Вы понимаете, о чем я говорю? Есть люди, которые соглашаются с порнографией. Они соглашаются с абортами. Они соглашаются с беззаконием. И все в их команде время от времени тоже могут приступить закон. И тогда в такой ситуации эта администрация, любой орган, будь это шериф или начальник полиции, или губернатор штата, или судья, неважно. Такой человек или политик, кем бы он ни был, создаст такую среду, в которой сможет процветать грех. Разве не так? Мы должны быть против этого. Нам не нужно воевать с этим человеком. Это не наше дело. Наше дело — это молиться. И когда мы молимся, и когда мы занимаем твердую позицию, то хочу, чтобы вы знали, что Бог начинает двигаться. Но сказать вам еще кое-что? Он не начнет двигаться, пока мы не начнем двигаться. Во-первых, это не он согрешил, а мы. Аминь. Наша ответственность не сводится к тому, чтобы просто сидеть перед телевизором и говорить, вы только на это посмотрите. Вы только посмотрите, какие они ужасны. Знаете, они мне все не нравятся. Вот это да. Хотя бы кто-нибудь проголосовал за их отставку. А вы сами голосовали? Да нет, не было времени. Тогда как раз играла наша команда. Боже мой. Наше время подошло к концу. Мы продолжим говорить об этом завтра. Хвала Господа, Отец. Мы благодарим Тебя за Твое Слово. Мы прославляем и благословляем Тебя за Него во имя Иисуса. Аминь. Мы вернемся через минуту. Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Сегодня мы снова здесь, в церкви Игл Маунтин, и мы все собравшись здесь, хотим вас поприветствовать. Давайте громко поаплодируем, чтобы наши телезрители видели, что мы им рады. Аминь. Мы рады, что вы здесь. И все те, кто слушает нас по радио, и все, кто находится сейчас в нашем учебном классе в сети интернет, или слушает нас на кассете, дорогой Господь, я бы даже написал Слово Божие на воздушных шарах, если бы мог их куда-нибудь запустить. В общем, если вы присоединились к нам на сегодняшней передаче, мы благословляем вас во имя Иисуса. Отец, мы благодарим тебя за Божие помазание в отношении твоего слова, на основании той власти, которой ты наделил тело Христово по всему миру. И мы воздаем тебе за это хвалу, и мы благодарим тебя за нашу ответственность, и за то, что ты открываешь нам эту ответственность. Во имя Иисуса. Аминь. Когда мы вчера говорили о нашей ответственности, давайте вернемся и еще раз прочитаем последнюю часть 22 стиха 4 главы книги Даниила. Даниил говорил царю. Он объяснял его сон. «Доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет». Вчера мы говорили о том, что создается такое впечатление, будто Бог просто выбирает кого-то, что Он ставит в позицию власти тех, кого Сам выбирает. И ничего же тут не поделаешь. Но вам нужно изучить полную картину относительно Его воли на этой земле. У Него есть очень четкий, очень точный план, который Он составил еще до основания мира. Он дал нам Свою мудрость. Она была предназначена к нашей славе еще до основания мира. Библия говорит, что Он познал нас еще до основания мира. Что Иисус был предназначен еще до основания мира. Что Агнец был заклан еще до основания мира. Жизнь вечная была обещана еще до основания мира. Аминь. И Он запустил это в действие. Еще до основания мира Он запустил в действие время и определил точный курс для всех этих вещей. Но затем Адам совершил государственную измену. Бог его сотворил. Бог дал ему власть. Но Адам, если можно употребить такой термин, ведь это библейский термин, хотя большинство людей никогда об этом не слышало, и религиозные люди, слыша его, начинают морщиться. В таком случае вам придется поморщиться, потому что я собираюсь это сказать. Бог сделал Адама Богом этого мира. Понимаете, я говорю Богом в том смысле, что Адам был сотворен по Божьему подобию, и он был господином, стоящим под Богом. Он был господином под Богом, имея власть Бога на этой земле. Но затем Адам отдал эту власть сатане. И мы изучим это подробнее в этой серии передач. В этой связи, позвольте мне сделать еще одно утверждение. Бог дал Адаму такое же право на провал, как и на успех. У него было право на успех высочайшего порядка наравне с самим Богом. И мы увидим это все в Писании. Некоторых из вас это будет шокировать. Кого-то уже шокируют некоторые слова, которые я сейчас говорю. Ничего, все будет нормально. Это расстраивает религию. Но мы говорим не о религии. Мы говорим о Боге и Его семье. Аллилуйя. Христианство – это не религия. Христианизм – это религия, в которую превратили христианство. Итак, в то время Бог заключил со Своим народом завет. И как мы говорили вчера, и в заключении нашей прошлой передачи, мы говорили о Самуиле. Народ, состоявший в завете с Богом, пришел к Самуилу. Помните, в послании, написанном Павлом в церкви в Коринфе, Слово Божие говорит, что Сатана является Богом века, или мира сего. Это не означает, что Он абсолютный Бог. Это означает, что Он является Господином над этим естественным грешным миром. Он не является Господином надо мной. Он не является Господином над вами. Но для того, чтобы Он им не был, мне нужно было сделать Иисуса Господом, понимаете? У Него есть право находиться здесь до тех пор, пока не наступит конец. У Него есть право это делать, потому что Он получил это право от Адама. Адам отдал Ему свою власть. Сатана не забирал ее у Адама. Адам сам отдал ее Ему. Затем Иисусу пришлось прийти и забрать ее у Него. Но Бог все равно оставил за нами право выбирать, потому что человек имеет такое право под небом. Вы можете выбирать. Вы можете пойти в ад, если хотите. Это будет глупо с вашей стороны, но вы можете это сделать. Бог защитит ваше право на это. И израильский народ сказал, «Мы хотим царя». Бог сказал Самуилу, «Это их погубит». Самуил ответил, «Я это знаю, и ты это знаешь, но они хотят царя». Итак, была ли воля Божья на то, чтобы у них был царь? Нет. Это не было тем, в чем состояла его воля еще до основания мира. Это не было тем планом, который он запустил в действие. Но он состоял с этим народом в завете, и ему приходилось иметь дело с этим народом, исходя не из своей абсолютно совершенной воли, а из того факта, что на земле есть проклятие, что на земле есть грех, что на земле есть смерть, и он состоит с этим народом в завете. И они взывали к нему, говоря, «Это то, чего мы хотим». И он дал им царя, которым стал Саул. Но затем также и Давид, а также Озия. И Писание говорит, что до тех пор, пока Озия искал Господа, Бог споспешивствовал ему, и он царствовал более 50 лет. Но он также не был в воле Божьей, верно? Потому что это не была воля Божьей давать им царя. Но, несмотря на это, Бог благословил его, дал ему процветание и привел его в свою волю. Почему? Из-за власти. Из-за завета. Вы следите за ходом моей мысли? Хорошо. Теперь давайте поговорим о нашем сегодняшнем положении, особенно в политическом плане. Говоря об этом, хочу вам напомнить, что я не говорю о политических партиях. Вы понимаете? Я собираюсь привести вам некоторые цифры и факты. Я говорю просто о фактах. О фактах, применимых принципам, и о том, как принципы применимы к фактам. И что об этом говорит Слово Божье? Нам нужно здесь кое-чему научиться. Многое из этого просто поражает. Господь сказал мне обо всем этом во время молитвы, когда я молился в 2000 году о некоторых вещах, перед президентскими выборами. Но все это время я никогда не молился. О, Боже, пожалуйста, избери республиканца. Или, пожалуйста, избери Джорджа Буша. У меня было сильное искушение начать так молиться, потому что я знаю его, и он мне нравится. Я видел в нем то, что мне нравится. Но я так не молился. Я сказал, Бог, да будет воля Твоя. И продолжал молиться, и молиться, и молиться. И я столько всего тогда понял. Я хочу, чтобы вы записали одно из того, что я тогда понял. Я хочу, чтобы вы поняли и знали это, потому что вам нужно рассказать об этом другим христианам. Люди страдают из-за того, что они этого не знают. Это настолько просто. Вам становится за себя стыдно, когда вы действительно об этом задумываетесь. Когда Бог однажды стал мне об этом говорить, и я услышал его. Я услышал в своем духе слово Господне. И когда он это сказал, я подумал и даже сказал. Я сказал слух. Ну, конечно. Оказывается, все это время я был таким тупоголовым. Да, я уже видел кое-что из этого раньше. Но когда я услышал, как он все это одно с другим увязал, я подумал. Боже мой. И мне стало за себя стыдно, что Богу в конце концов пришлось мне об этом говорить, что я сам до этого не додумался, понимаете. Но благодарение Богу за это. Он с терпением относится ко мне так же, как и к вам. Хвала Господу. Он сказал, обрати внимание. Сначала он спросил, хочешь, скажу тебе, как выбирать политического кандидата. Я ответил, да, конечно. Я думал, что знал, как его выбирать. Он сказал, ты когда-нибудь замечал, что во время любой политической гонки, при решении любого политического вопроса, или при осуществлении любой политической деятельности, то есть это касается политики в целом, он сказал, ты когда-нибудь замечал, что сторонники абортов и порнографии и те, кто занимается незаконной деятельностью, то есть главари мафии, гангстеры и им подобное, а также сторонники сексуальных извращений. Те, кто ратуют за признание какого-либо сексуального извращения стилем жизни и так далее, потому что это относится ко многим сферам. Он сказал, ты когда-нибудь замечал, что среди них всегда есть единство? И задумавшись об этом, я подумал, да, я никогда не видел, чтобы среди них царило разделение, и они спорили друг с другом из-за двух кандидатов. Я сказал, Господь, да, они всегда занимают одинаковую позицию, почему так происходит? Он ответил, потому что им все равно, что будет со страной. Как отдельно взятой группе людей, им это все равно. Да, некоторые из них даже считают себя патриотами, но он сказал, по сути, их интересует только собственный греховный стиль жизни и безнравственность. И он сказал, я указываю на это не для того, чтобы их заклеймить. И здесь не имеет значения, что это за политическая партия. Он сказал, понаблюдай за кандидатом, понаблюдай за партией. Где бы они ни собирались, они собираются там не из-за желания что-то улучшить в стране. Они собираются там потому, что верят, что этот кандидат, или эта партия, или эта группа, что бы там ни было. Они верят, что, скорее всего, именно эта группа создаст такую среду, в которой будет поощряться их стиль жизни и проявится снисхождение к их греху. Ну, конечно, так будет лучше для страны. Но страна там стоит даже не на втором месте. Он сказал, когда ты замечаешь, как вся эта группа объединяется в поддержку кого-то, и этот кто-то может совсем и не быть плохим человеком, но его окружение и его сторонники надеются, что он создаст именно такую среду, и поэтому-то они его и поддерживают. Сам по себе этот человек их не интересует. Как личность этот человек их совсем не интересует. Как личность этот человек их совсем не интересует. Они лишь ищут пути свободно делать то, что они хотят. И затем, когда они видят кого-то, кто по их мнению представляет угрозу и может противостать порнографии, прелебудеянию, наркотикам, беззаконию, всему этому хламу, абортом и так далее, когда они увидят кого-то, кого они считают реальной угрозой такому стилю жизни, то эта компания не постесняется лгать, клеветать и красть. То есть, они сделают все возможное, чтобы не дать этому человеку прийти к власти. Разве вы не замечали, что если над этим задуматься, то так оно и есть? Ведь вы никогда не видите, чтобы эта группа разделялась. Если только на этот пост не претендуют два преступника, и тогда им уже все равно, кто из этих двоих победит. Понимаете? И Господь сказал, вот для чего я тебе на это указал. Где они объединяются, именно там ты должен противостоять. «Если ты выбираешь кандидата, который создаст благоприятную среду для такой группы, значит, ты участвуешь в потакании греху». Он сказал, «Ты не можешь так делать и в то же самое время ожидать, что я тебя благословлю. Так не получится». Я спросил Господь, «Почему же христиане выбирают эту сторону?» Он ответил, «Из-за экономики». Хотя экономика даже не в их руках. Он сказал, «Финансы — это духовная вещь. Это не плоская вещь, это духовная вещь». Духовная. И, кстати, экономика находится в руках тела Христова. Она не в руках политиков. И когда христиане перестают жертвовать, отдавать десятину, перестают молиться, то экономика за одну ночь превращается в ад, потому что ее овладевает ад. Дьявол заберет все, что сможет. А Бог уже его связал. Бог уже его победил. Но Он дал нам свое всеоружие, чтобы мы с Его помощью управляли этой планетой, вели Его дела и вышвырнули дьявола вон. Аминь. Кстати, как-то раз я слышал интервью с одним человеком, который очень интересно говорил о состоянии церкви в Германии в конце 1930-х годов, а также во время Второй мировой войны. Что касается церкви Германии, то скажу вам, то Германия не была нехристианской страной. И когда я услышал интервью с этим человеком, который написал об этом книгу, я тут же вспомнил о нашем разговоре с Рейнхардом Бонке. И мы с ним довольно долго об этом говорили. Семья Рейнхарда была в служении. Он вышел из такой среды. Я спрашивал его о том, как это было. Большинство из нас может себе это только представлять, потому что мы тогда еще не были в таком возрасте, чтобы в этом участвовать. Некоторые из старшего поколения помнят это. Но, например, как в случае со мной, то я тогда еще не мог принимать участие военных действиях. Но уже столько времени все мы так ненавидим Гитлера, что это стало чем-то похоже на ненависть грязи, понимаете? То есть это уже стало чем-то нереальным. Это все равно, что на ненавидеть какой-то институт власти. И уже забывается тот факт, что он был человеком. Человеком, сделавшим все это. Человеком, убившим 50 миллионов людей. И скажу вам, что церковь будет за это отвечать. Ну что вы, брат Коплант, не надо мне ночь токать. Да, я этого не делал. Но я виноват в том же самом, а именно в недостатке молитвы и понимания. Адольф Гитлер пришел к власти в Германии в то время, когда их экономика была хуже некуда. Она была разрушена. Полностью. Я имею в виду, что она находилась просто в ужасном состоянии. Такого состояния экономики мы еще с вами не видели. И вот он пришел с массой хороших идей. И никого не волновало, что то, что он делал, было незаконно. И в нашем разговоре Рейнхард сказал, в моей семье «Все мы сразу увидели его насквозь». Мы даже думали, что он был антихристом. Да, он был образом антихриста. И когда он пришел к власти, Рейнхард сказал, «Мы делали все возможное, чтобы верить Богу против него, и мы сильно на него повлияли. Но он сказал, «Многие церкви нас ругали и не хотели иметь с нами ничего общего, потому что мы были теми идиотами-песятниками, выступавшими против этого посланного нам Богом Божьего человека. И первоначально в центре свастики был крест». О, это так чудесно. Посмотрите, что он сделал. Он восстановил стране экономику. Мы снова займем свое место в мире. И Рейнхард сказал, «Мы молились за своих родственников, которые ушли на фронт». Конечно, молились. Мы молились за их жизнь. Мы молились. Но мы никак не могли молиться о том, чтобы они победили. И они же были простыми, обычными людьми. Я имею в виду, что именно так и нужно поступать. И еще он сказал, «У нас болело сердце от того, что мы получали по этому поводу от Духа Святого». Итак, если ничего в этой ситуации не делать, если этому не противостоять, то при таком режиме, вы что, хотите сказать, что это Бог дал им этого правителя? Да, именно его они и хотели. Этого хотел его народ, состоявший с Богом в завете. Ведь они проголосовали за него. И это они стояли в стороне, когда он, вопреки всем голосованиям, издал законы, которые узаконили убийство евреев. А они по-прежнему стояли в стороне. Здесь в конце концов остановилась экономика. Ну, я бы так не поступил. Вы уже так поступили. Эти не убивают евреев, они убивают младенцев. Понимаете? Посмотрите, принятие каких законов мы допустили, и вы увидите в этом отражение недостатка наших молитв, недостаточной подпитки нашей системы моральной силы и отражение нашего решения не голосовать. Даже на этих последних выборах в Америке в голосовании приняло участие менее 50% христиан этой страны. Если вы не голосуете, вы избираете дьявола. О, да. А как иначе? Ведь этим самым вы ему не противостоите. Вы можете сказать, брат Коплан, что-то уж слишком жестко. Но это еще не жестко, это еще цветочки. Мы пока еще только начали об этом говорить. Аминь. На завтрашней передаче, как я уже говорил, я приду вам кое-какую статистику. Наше время подходит к концу и завтра я прямо с этого и начну. Адам получил власть от Бога, когда Бог его сотворил. Бог с помощью своего слова сотворил человека. И он сотворил его по своему образу. Он дал ему власть над всем на этой планете и увенчал его своей славой. это было его оружием. Но вместо того, чтобы, используя это оружие, противостоять дьяволу, и вы заметили, что когда это произошло, Бог не прибежал в Эдемский сад с криком, «Не делай этого! Не делай этого! Не делай этого!» Нет, пожалуйста, не делай этого! Он не прибежал и не ударил дьявола по голове. Нет. Он там даже не показался. У Адама было такое же право на провал и неудачу, как и на успех. Такое же право есть и у нас. И мы не потерпим неудачу. Эта нация поднимается. Ее лучший час уже настал. и мы будем стоять вместе. Неважно, какой партии мы принадлежим, неважно, какое у нас происхождение, и неважно, что говорит об этом кто-то другой, мы объединимся, мы будем молиться, мы будем противостоять дьяволу, мы будем молиться, и мы будем завоевывать души, и своими молитвами принесем сюда славу Божью, и мы увидим, как люди будут исцеляться, освобождаться и становиться свободными в таком количестве, в каком мы себе даже не представляли. Слава Богу! Это наше время! Аллилуйя! Аминь! Мы вернемся через минуту. Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Мы хотим еще раз пригласить вас в церковь в Игл Маунтин, расположенной на территории миссии Кеннета Копланда в Форт-Уорте, штат Техас. Все те, кто находится сейчас в нашем учебном классе в сети интернет, слава Богу, слушают нас по интернет-радио или на кассете, компакт-диски. Как бы вы нас ни слушали, мы рады, что вы нас слушаете. Аминь! И все мы, собравшиеся здесь, хотим вас поприветствовать и показать вам, как нам приятно, что вы сегодня на этой передаче с нами. Итак, давайте все им поаплодируем. Аминь! Аллилуйя! Спасибо тебе, Иисус! Я хочу еще раз прочитать 22 стих 4 главы книги Даниила, который мы читаем каждый день на этой неделе, последней части этого стиха. Даниил объяснял царю его сон. «Доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет?» По мере того, как мы говорим о нашей духовной ответственности, как людей, состоящих с Богом в завете, вам нужно осознать всю глубину и масштаб его воли относительно того, что он делает на этой земле. Если просто взять один этот стих, то создается такое впечатление, будто Бог сам выбирает, кого ему сделать президентом. Просто заталкивает его туда. Но он поступает абсолютно не так. Скажу вам на этот счет еще кое-что. Вам нужно уделить время тому, чтобы подумать и помолиться об этом и позволить Богу послужить вам, потому что нас учили и воспитывали всю жизнь, исходя из точки зрения и мышления этого мира, особенно, что касается политики, что полностью отличается от того, что я собираюсь сейчас сказать. Когда народ Божий молится и берет свою власть и волю Божью, я не говорю о том, чтобы ходить с плакатами по улице, протестовать и так далее. Для этого есть свое место и время. Но плакаты, крики и призывы на улице ничего не изменят, если это делать без молитвы. Вы видели эти пикеты около клиник, где делают аборты. И все, чего они добились, это лишь того, что все разозлились. Но через молитву и благодарение женщина, проходившая по тому нашумевшему процессу, после которого аборты были признаны законными, хотя на самом деле они по-прежнему незаконны, их просто разрешили суды. Но они по-прежнему противоречат Конституции. Этого нет в Конституции Соединенных Штатов. Этого нет в законодательстве этой страны. Закон этой страны по-прежнему запрещает убивать нерожденных людей, точно так же, как и рожденных, состарившихся и всех остальных. Но через молитву эта женщина спаслась и исполнилась Духом Святым. И позже стали известны многие факты, связанные с этим процессом. У меня нет времени сейчас сдаваться во все эти детали, да я и не хочу. Сейчас я хочу продолжить говорить вот о чем. Помните, на вчерашней передаче мы говорили о выборе политических кандидатов и о том, чтобы смотреть на это так, как смотрит Бог. Я не говорю о каких-то конкретных политиках и ситуациях. Я говорю о принципе. И он справедлив, независимо от того, в какой стране вы живете, независимо от того, на каком языке вы говорите, независимо от вашего происхождения. Если вы живете в США, то независимо от того, демократ вы или республиканец. я говорю о принципах и фактах и о том, как они работают и как все это видит Бог. Вы никогда не видите разделения среди сторонников абортов. у нас еще есть Американский Союз Гражданских Свобод. И этот союз и сторонники абортов всегда в одной команде. активисты движений, защищающие сексуальное извращение, что бы это ни были за извращения, прелебудеяния, гомосексуализм, что угодно, вы всегда видите их в той же группе. В одной и той же группе. и в той же самой команде вы увидите и тех, кто желает быть вне закона, будь то крупные банды, мелкие банды, воровские шайки, мафия и так далее. они все заодно. И что касается кандидата, то среди них никогда не происходит разделение. Никогда. Почему? Потому что их главная и первоочередная цель это не улучшение стране. Их главная и первоочередная цель это найти того, кто создаст благоприятную среду для их извращения, каким бы оно ни было. Будь то извращение закона или извращение нашей формы правления или сексуальное извращение. Любое извращение. И когда они замечают кандидата, который, как они знают, будет против этого и создаст такую атмосферу в правительстве, которая будет противостоять их стилю жизни, тогда они выступают против него, пуская в ход все, что у них есть. И эта компания не постесняется лгать. Ложь это еще цветочки по сравнению с тем, что они делают. Боже мой. Им все равно, они будут лгать, клеветать, красть, будут делать все, что смогут. Почему? Потому что они ищут среду, которая будет способствовать, помогать и содействовать греху. Поэтому церкви, так же, как и отдельно взятому верующему, ни к чему присоединяться к такому кандидату. И неважно, от имени какой партии он выступает. Если вся эта компания за них, то я однозначно против них. Мне неважно, во что они лично верят. Если я вижу, как вокруг них объединяется эта компания, значит, там происходит что-то нечистое. И куда бы они ни шли, я иду в другую сторону. И вовсе не потому, что я их не люблю, а потому, что я обязан противостоять греху и противостоять этому стилю жизни. Я отказываюсь создавать благоприятную среду для греха, потому что возмездие за грех – смерть. Да, он убивает людей. И те правительства, которые так поступали, из-за денег, из-за экономики, из-за правительственных дотаций, из-за каких-то традиционных соображений, основанных на традиции или на чем-то еще. И если разобраться, то чем дольше церковь будет позволять этому идти своим чередом, и послушайте, вся остальная сторона, все эти язычники не будут за это отвечать. Они все равно пойдут в ад, если не сделают Иисуса Господа на своей жизни. Они могут пойти в ад как за это, так и за что-то другое, поскольку они не знают Господа. И в этом тоже наша вина. Мы будем за это отвечать. Много лет назад я возвращался на самолете из Африки после наших сглорий там собраний. Мы возвращались домой. Я просто отдыхал в том авиалайнере, возвращаясь домой. И прямо посередине ночи Господь проговорил ко мне и сказал, «Тело Христово в Соединенных Штатах не будет отвечать за спасение душ в Африке». Я выпрямился в своем кресле. Я спросил, «Не будет?» «Нет». «Тело Христово в Африке будет отвечать за спасение душ в Африке». И он сказал, «Тебе лучше начинать учить об этом, потому что их никогда этому не учили». Они считают, что за это ответственны вы. Я спросил, «В чем тогда заключается моя ответственность?» Он ответил, «Идти и сеять семена и помощь, помогать и учить. А у меня там есть люди, которые это сделают». Аминь. Я даже проснулся от этого. Он сказал, «Народ Китая, тело Христово в Китае будет отвечать за спасение душ Китая. Миссионеры будут ответственны за то, что я призвал их делать. Но за спасение душ будет отвечать тело Христово в тех странах. Потому что он дал нам не только свою власть, но и свое всеоружие. И силу своего имени». Аллилуйя. Теперь вы видите, что дьявол постоянно пытается остановить. Позвольте привести вам кое-какую статистику. Я покажу вам, что произошло на прошлых выборах в Америке. Это анализ выборов, который подтверждает то, о чем я вам здесь говорю. Еще раз хочу вам сказать всем телезрителям, послушайте, не надо писать мне из-за этого гневные письма. Я не говорю о мистере Горе или мистере Буша. Я не говорю о республиканцах или демократах. Я говорю об опубликованных фактах и цифрах. Хорошо? И я говорю о принципах. Потому что тело Христова в Соединенных Штатах в последние 40 лет стояло в стороне и позволило дьяволу командовать нашей политике. И в основе всего этого по сути лежали деньги. По сути, в основе всего этого лежали деньги, развлечения и плоть. Особенно, когда у нас появился телевизор. Мы просто перестали молиться и начали ворчать. Вы только посмотрите на этих. Понимаете? Начали постоянно ворчать. А вы ходили в церковь, когда пастор объявлял то молитвенное собрание? Ну, знаете, я, конечно, хотел пойти, но мне нужно было работать. О, что я вам скажу, брат Коппл, по поводу работы. Знаете, я работаю среди самых ужасных людей, которых вы когда-либо видели. Помолитесь о том, чтобы Бог перевел меня туда, где работают много христиан. Я не буду об этом молиться. Все эти люди идут в ад. Вы должны быть там солью. И приобретите всю компанию для Иисуса. Если хотите работать среди христиан. Но опять-таки, вы не приобретете их, нося на шее огромный крест, покрасив волосы в три или четыре цвета и одев майку с надписью «Иисус спасает». Так это не делается. Все это может быть частью этого, но настолько мало части, что практически никакой роли здесь не играет. Все определяется тем, как вы молитесь. Все определяется тем, как вы исповедуете Слово Божье. Все определяется тем, как вы исполняете то, что вам говорит Бог, и что Он говорит вам делать на том рабочем месте или в том бизнесе. И определяется вашей моральной позицией и моральной энергией, которую вы сеете в тот бизнес. Слава Богу. И когда они приходят и говорят вам, «Не класть на свой рабочий стол Библии», то смейтесь. «Вы, наверное, шутите». Господь, ты слышал, что они говорят? «Не класть на свой стол Библию» «О, брат Копанк, я бы никогда такого не сказал. Я не хочу обижать тех людей. Я так потеряю работу. Лучше обидеть их, чем обидеть Иисуса». А если это так, значит, Иисус не является вашим истинным источником обеспечения. «Я не буду делать неугодно ему. Я не буду его обижать. Я вам так и скажу. Я просто скажу тому, кто мне такое сказал. Послушайте. Послушайте. Я искал работу, когда я нашел эту. Иисус заботится обо мне на сто процентов, и я молюсь за вас каждый день. Если вы меня отсюда уволите, то говорю вам, вы еще на шаг приблизитесь к Аду. Вы это знаете, и я это знаю. Мне вас жаль. Вы неплохой человек, но в вашей жизни столько адского влияния, что вас здесь никто терпеть не может. А вы еще приходите и говорите мне убрать со стола мою Библию и никому здесь не свидетельствовать. Вы же это несерьезно, признаетесь. А ну, убирайся отсюда. Я как раз собираюсь. Слава Богу. Эй, Господь. Ты видишь, что Он говорит? Да, не хотел бы я оказаться на вашем месте, приятель. Это точно. И просто уходите смеясь. Слава Богу, я и так хотел пойти сегодня на рыбалку. Слава Богу. Аллилуйя. Это моральная энергия. И именно об этом говорит Слово Божье. Покажите в вере в вашей добродетель. Слово, переведенное здесь как добродетель, которое Петр использовал в своем послании, означает героическую моральную стойкость и выносливость. Знаете, что это означает? Делайте так, как делал Джон Уэйн. Да. Не уходите так. Уходите вот так, бочком. Понимаете? Да. Говорю вам, такое поведение изменит компании. Оно изменяет правительство. Оно все изменяет. Позвольте привести вам некоторую статистику. Это американские президентские выборы 2000 года. Вот округа Соединенных Штатов, в которых победил мистер Горр. Можете это записать, если хотите. Это общеизвестные факты. 877. Округа, в которых победил мистер Буш. 2434. Здесь вырисовывается определенная картина. И я хочу, чтобы вы ее увидели. Население округов. Мистер Горр. 127 миллионов. Мистер Буш. 143 миллиона. Площадь округов. Мистер Горр. 580 тысяч квадратных миль. Мистер Буш. 2 миллиона 427 тысяч квадратных миль. Количество штатов. Мистер Горр. 19. Мистер Буш. 29. Теперь послушайте это, и вы увидите. Сейчас, когда я назову вам следующую цифру, вы увидите, что произошло. Число убийств на 100 тысяч жителей в тех округах. Мистер Горр. 13,2. Мистер Буш. 2,1. Видите, что произошло? Это были конгломераты. То есть отдельные места и города, в которых наблюдается огромное скопление людей. Особенно такие, как Калифорния и Нью-Йорк. Люди голосовали под давлением, либо потому, что они сами являются частью этой фракции, о которой я говорил. Либо эта фракция заставила их голосовать. И, как я уже говорил, не набрасывайтесь на меня из-за этого. Это просто факты и цифры. Это подтверждает то, о чем говорил Господь. И когда вы это видите, вы начинаете осознавать, насколько опасно было то, что 50% рожденных свыше верующих в Америке не голосовали. Кто-то скажет, это были закрытые выборы. Так разве это не подтверждение? 50% из них не пришли голосовать. Так что мы чуть не проиграли 50%. Я говорю мы. Я говорю о людях, стремящихся создать среду, благоприятную для праведности, мира, благости, здоровья и исцеления, для того, чтобы делать то, что является правильным, при Божьем правосудии для всех. Вот о чем я говорю. Только в этом случае такие фразы вообще имеют смысл. Из кого же будет спрашиваться? Бог не будет спрашивать владельцев баров. Он не спрашивается сторонников абортов. Их ответственность за то, что они делают, рассматривается в свете того факта, что если они не знают Иисуса, то они идут в ад. Нет, ответственность лежит у ног тела Христова. И в последние годы была группа людей, которая молилась и верила Богу. Они продолжали проповедовать и учить. И наконец, наконец, христиане пробудились и начали молиться. И когда они начали молиться, они начали двигаться. Двигаться как сильный великан. И они начали оказывать давление, начали напирать. И сатана стал оставаться в дураках везде, куда бы он ни шел. И была группа людей, которые в последнюю минуту спохватились и проголосовали. Именно поэтому число людей, голосовавших по почте, было так велико. Люди, которые никак не смогут оправдать свое неучастие в голосовании, все равно не будут голосовать. Они поступили так не потому, что были республиканцами или демократами, а потому что на них оказывал давление Бог. Почему? Потому что Божий народ оказывал давление на Него. А Бог не республиканец и не демократ. Он Бог. У меня для вас есть еще одна новость. Он не методист и не баптист. И он не принадлежит к церкви Христа. Но он во всех тех церквах, которые его пустят. И мне понравился случай с одним моим хорошим другом. Да благословит его Бог. Его пригласили проповедовать в Алабаму. И вот он приехал туда и пришел в ту церковь на вечернее воскресное служение. Его собрание начиналось в понедельник. А он приехал туда на вечернее служение за день до того, и тогда-то церковь и обнаружила, что он чернокожий. Они не знали, что он чернокожий. А это была церковь в Алабаме. Знаете, диаконы так тихонечко подсели к нему и говорят, ничего не выйдет. Ничего не выйдет. Поэтому он просто незаметно покинул церковь. Он вышел на крыльцо церкви. Его сердце было разбито. Можете себе представить. Боже мой, оно просто разрывалось на части. Тем более, что он был таким чудесным человеком. Таким мужем Божьим. И он это доказал. Он вышел, остановился, обернулся и посмотрел на ту церковь. По его лицу потекли большие слезы. Он сказал, Господь, меня сюда не пускают. На что Господь ответил, Вилли, меня сюда тоже не пускают. Вилли это так рассмешило, что он стал хохотать. Он сказал, я так хохотал, что у меня аж бока заболели. Он сказал, о Боже, прости их, мне так их жаль. И после этого ушел. Но он сказал, что на него сошел дух молитвы. И он начал молиться. Понимаете? Если бы он подал на них в суд, это бы не подействовало. Если бы он поджег их здания церкви, это бы не подействовало. Если бы он организовал там марш протеста, то это могло закончиться дракой, которая ничего бы не решила, потому что, находясь под влиянием того духа, под влиянием которого они находились, те люди все равно бы не поступили правильно. Нужно разобраться с этим духовными методами, прежде чем делать что-либо по поводу плоти. Вы это понимаете? Именно поэтому расизм так долго жил и здравствовал, пока церковь, наконец, не взялась и не начала об этом молиться, вместо того, чтобы скандалить и драться из-за этого. И тогда стали происходить перемены. И так он начал молиться. Я не помню, сколько прошло времени, но он действительно искренне молился за ту церковь и за тех людей. А когда вы так за кого-то молитесь, то чем дольше вы за них молитесь, тем больше вы в них влюбляетесь. И они пришли к нему и сказали, «Вилли, даже не знаю, что с нами тогда случилось. Мы вас обидели и просим прощения. Не могли бы вы... Мы вас поймем, если вы скажете «нет». Видит Бог, мы вас недостойны. Но, может быть, все-таки ваше сердце расположится к тому, чтобы провести то собрание?» И он ответил, «Конечно». И в той церкви произошло излияние Духа Святого. Сила Божия просто сошла на то место. Текла там, как река Иордан. Аллилуйя. Но понимаете, ничто другое бы этого не сделало. Применение нашей молитвенной власти – вот первый шаг. Затем остальные шаги в зависимости от того, как решит и поведет Дух Святой. Здесь-то и подключаются дары Духа. Здесь-то и подключаются исцеляющие силы Божии. Говорю вам, что исцеленный демократ будет любить вас так же, как и республиканец. Аминь. Послушайте, если человек болен, то неважно, чернокожий он, белый, краснокожий, желтокожий он или мулат. Неважно, где он или откуда он. Неважно, кто он и что он. Если ему больно, то ему нужен Бог, и он хочет быть здоровым. И это наша работа. Это наша работа. Аллилуйя. Мы вернемся через минуту. Хвала Господу. Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующих». Сегодня мы снова собрались здесь, в церкви Игл Маунтин, и мы сегодня с вами не одни. Хвала Господу. Сегодня церковь заполнила людьми, которые пришли сюда, чтобы присоединиться к нам на этой передаче. Давайте им поаплодируем, чтобы они знали, что вы здесь. Хвала Господу. Отец, мы благодарим тебя за сегодняшнюю передачу. Мы верим, что принимаем слова «Помазание с небес», «Откровение с небес». Слава Богу. Слова, которые приносят на землю небеса. Служение Иисуса. Задумайтесь об этом. Это служение Иисуса, Господа и Спасителя. Слава Богу. Он сегодня здесь, в этом зале. Хвала Господу. Он прямо там, где вы сейчас находитесь. Аминь. Если вы находитесь в заключении, если вы сидите сегодня в тюрьме, то Иисус будет в той тюрьме до тех пор, пока в ней будете вы. Он вас там не бросит. Слава Богу. Он останется прямо с вами. Аминь. Отец, мы благодарим тебя во имя Иисуса. Давайте вернемся к 4 главе книги Даниила. Мы говорим о власти и роли тела Христова. И о его месте на этой земле. О власти верующего. Каждый верующий имеет личную власть в своей собственной жизни. Фактически, Бог не будет узурпировать власть над волей какого-либо человека. Он не будет этого делать. За исключением некоторых случаев, когда его людям будет угрожать опасность. Особенно, когда дело касается политиков, потому что правительство и политики находятся в положении власти над его людьми. И наступает время, когда Божий народ начинает взывать к Богу. И тогда скажу вам, нравится это царю или нет, но его эту сторону не обойдет. Знаете, его это может хорошенько привести в чувство, когда Божий народ начинает взывать к Богу. Если Божий народ этого не сделает, то ничего не будет. Кто-то скажет, «О, Бог, ты видишь, как это ужасно». Да. Так почему же вы ничего с этим не сделаете? Так почему же Он ничего с этим не сделает? А что, по-вашему, Он еще должен сделать? Он послал Иисуса на крест. Иисус взял власть над сатаной, заплатил цену и наказание ада, воскрес из мертвых, воссел по правой рук увеличенной высоте, и ему дана вся власть на небе и на земле. И Он сказал, «Идите, и именем Моим изгоняйте дьявола, возлагайте руки на больных, и они будут здоровы». И так далее. И затем Он послал того же Духа Святого, который жил в Иисусе во время Его земного служения. Он послал Его в полное служение Церкви Иисуса Христа на этой земле, чтобы наделять силой, учить и наставлять. Что, по-вашему, Он еще должен сделать? Он дал вам свое слово, свое сильное слово, то самое слово, которое сотворило эту материальную вселенную. Он дал его вам и сказал, «Несите мое слово народам». Он послал свое слово, и оно исцелило их. Аминь. Итак, пришло время телу Христову занять свое место, подняться и сделать что-то большее, чем просто пикетировать с плакатами и лозунговой клиники, в которых делают аборты. То есть все эти протесты. Я хочу поговорить немного о протестах, потому что вчера мы затронули эту тему, но у меня не было возможности ее закончить. А здесь есть кое-что, о чем нужно сказать. Сатана использует протесты, потому что, во-первых, Слово Божие говорит, «Дом, разделившийся сам в себе, не может устоять». Во-вторых, он использует их для того, чтобы приносить раздор, создавать оппозицию, чтобы собрать достаточное количество людей, которые поднимут большой шум. Если другая сторона начнет с ним ругаться, то в этом-то и вся суть. Если другая сторона, и здесь я говорю о церкви, я говорю о христианах, я говорю о людях, знающих Бога. Если это компания сатаны, что бы там ни было за проблема, что бы ни происходило, если они смогут втянуть нас в эту ругань, когда вот, стоя на одной стороне улицы со своими плакатами, кричат «мы», а стоя на другой стороне улицы со своими плакатами, кричат они, и все надеются, что политики в правительстве слушают нашу ругань, но они ее не слушают. Не слушает ее и Бог. И Писание говорит, «Где сварливость?» «Там неустройство, и все худое». Сатане хотелось бы вытащить церковь с плакатами на улицу и заставить ее маршировать вокруг того здания. Я слышал, как кто-то сказал, «У меня почти не шел бизнес». Тогда только-только разрешили продавать в больших магазинах журнал «Плейбой», и ему подобные журналы, включая порнографию. И они сразу же заполонили прилавки магазинов. И один из продавцов сказал, «У меня очень плохо продавались журналы до тех пор, пока сюда не заявились те христиане и не стали ходить с плакатами вокруг моего магазина». Он сказал, «За несколько недель я просто разбогател». Получается, брат Копплант, мы не должны протестовать? Не первым делом. Ваш протест без молитвенной поддержки просто бесполезен. Молитва является силой нашего протеста. И наш протест не против плоти и крови. Наш протест против начальств, властей, мироправителей тьмы века сего и духов злобы поднебесных. Облекитесь во все оружие Божие и разрушите дьявольские твердыни. Хвала Господа. Затем можете слегка помахать своим плакатом, и они убегут. Аминь. И бывает время, когда христиане должны проявлять солидарность. Слава Богу. Когда, например, что-то происходит в Вашингтоне, столице США, мы должны быть в самом центре этого, в первом ряду. Нас там должно быть больше, чем всех остальных. Аминь. Но нам абсолютно незачем ввязываться в споры и скандалы. Если мы не будем отвечать тем же, если мы будем молиться и стоять, и делать свое дело в духе через молитву, прошение, ходатайство и благодарение, если будем делать свое дело на этом уровне, слава Богу, вы начнете выводить на сцену силу Евангелия. Начнете выводить на сцену силу Слова Божьего, силу Духа Святого, и те люди начнут спасаться. Как-то раз, пять или шесть лет назад, одна группа людей пикетировала церковь, которую я проповедовал. Они ходили перед ней с плакатами. И мне нравится, что на этот счет говорит мой духовный отец Орл Робертс. Он говорит, им приходится использовать для этого толпу, собирающуюся вокруг тебя, потому что они не смогут собрать ее вокруг себя. А от этого мне становится легче. Те, кто с таким сталкивался, меня понимают. И вот они ходили со своими плакатами перед зданием той церкви. Целая группа людей. Я читал их плакаты. Я сказал, я здесь еще не прочитал ни одного плаката, говорящего правду. И мне это лучше знать. Я-то знаю, во что верю и что проповедую. И по дороге в церковь я сказал своему шоферу, «Останови машину». Там ходил один парень с плакатом, на котором было написано «Копланд не верит в кровь Иисуса». Я вышел из машины и направился к нему. Да, вся кровь отхлынула от его лица. Он весь побледнел. И вот он стоит со своим плакатом. Я сказал, «Хвала Господу». А он ответ, «И это все, что он смог сказать». Я сказал, «Я просто подумал, что вам следует узнать, а им следует услышать от меня лично, что ваш плакат говорит неправду». «Нет правду». Я сказал, «Нет неправду». Он ответил, «Я слышал вашу кассету». Я сказал, «Это я на ней проповедовал, и я знаю свое сердце, и я знаю, во что верю». «Нет», ответил он, «Вы не верите в кровь Иисуса». Я сказал, «Дружище, вы даже не представляете, насколько сильно я верю и почитаю кровь Иисуса». И больше я ничего не сказал, а просто ушел. Но что было дальше? Понимаете, если бы я отшлепал его прямо там на улице, он даже не знал, насколько я действительно сильно почитал кровь Иисуса. Я бы мог накормить его тем плакатом. В былые времена, так бы оно и было, но в те дни никого с таким плакатом не было. Мы с Глорией сели в машину. Мы посмеялись над этим и поехали в церковь. И перед этим я сказал, «Я хочу с тобой помолиться». И когда я протянул ему руку, он автоматически взялся за нее. Но затем опомнился и попытался ее вырвать. Но я сжал ее, чтобы он не смог ее вырвать. И держал его за руку. И помолился за него. Затем я отпустил его и сказал, «Пусть Бог тебя благословит». И он пошел дальше ходить со своим плакатом. И позже мы узнали, не на этом собрании, но на одном из наших собраний в Анахайме, что кто-то просто заплатил всем тем людям. Они меня не знали. Они не знали, что происходило в той церкви. Они просто зарабатывали по 4 или 5 долларов ходя с этими плакатами. Хвала Господу. И за таких легко молиться. Религиозные люди, они немного упрямы. Но когда мы вошли внутрь, я сказал всей церкви, «Давайте вместе помолимся об этом». Все эти люди там на улице являются прекрасными людьми. Им просто нужен Иисус. В конце концов, было время, когда вы и сами могли там оказаться, поступая глупо. Не окажись вы там, вы бы оказались в другом месте, занимаясь какой-нибудь глупостью. Поэтому я сказал, «Давайте помолимся». И мы все начали молиться. Когда мы вернулись домой, я не помню точно, возможно, спустя примерно 2 недели, «Мне позвонил пастор той церкви». Он сказал, «Брат Кеннет, у меня тут в офисе есть один человек, и я был бы очень признателен, если бы вы с ним поговорили». Я ответил, «Да, конечно». По поводу кого бы вы мне не звонили, я буду рад с ним поговорить. Кто же это? Он сказал, «Это пастор той церкви, люди, из которых ходили вокруг нашей церкви с плакатами, когда вы тогда у нас проповедовали». Я спросил, «Неужели?» Он ответил, «Да, вот он пришел сюда». Этот человек пришел сюда весь слезал. Он сказал, «Я никогда в своей жизни не чувствовал себя таким глупцом. Бог привел меня в чувства и открыл мне глаза. Я не должен был так поступать ни с каким проповедником, а тем более с такими людьми божьими, как брат и сестра Копланд, и с людьми в этой церкви. «Боже мой!» Он сказал, «Простите меня!» И он упал на колени, покаялся и поверил Богу. И он попросил того пастора, «Пожалуйста, позвоните брату Копланду и спросите, не примет ли он мои извинения». Вот это здорово. Вот это по Божьим. Вот так это делает Иисус. Понимаете? Слава Богу. Мы просто стали кричать от радости по телефону. Разве это никуда лучше, чем бить его тем плакатом по голове? Конечно, лучше. Но вы видите, где наша власть. Наша власть в Поднебесии. Так что мы не должны втягиваться ни в какой скандал или ссору. И хотите, скажу вам, в чем тут вся суть. Это так просто. Вы должны обидеться на то, что они говорят, для того, чтобы начать в ответ с ними спорить. Не важно, кто это. Какой-то фанатик, кто угодно. Или расист. Не важно, что бы там ни было. Вы должны позволить себе принять обиду, для того, чтобы ввязаться в скандал. А если вы втянетесь в скандал, то вы увидите из Слова Божьего, что обиды заглушают Слово Божье. И сатана похитит его прямо из вашего сердца. А если он похитит Слово Божье, он похитит вашу веру. Если он похитит вашу веру, то он похитит ваше помазание. Если он похитит помазание, то вам будет нечем снимать бремена и уничтожать термо. Аминь. Итак, у каждого верующего есть личная власть. У вас есть власть над своей жизнью. Даже Бог не будет узурпировать власть над вашей волей. Иначе он бы заставил всех спастись. И к утру бы уже все закончилось. Аминь. Или, по крайней мере, он бы заставил вас отдавать десятину. Некоторые из вас почему-то не смеются. Нет, нет. Он так не делает. Он говорит всякому приходящему ко мне, я дам покой. Понимаете? Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Библия говорит, праведность явилась на всех. Но у вас есть право выбора. У вас есть власть над собственной жизнью. У вас есть власть в собственном доме. Никакой проповедник не может прийти и взять власть над вашим домом. А дьявол тем более не должен иметь возможность приходить и брать власть над вашим домом. Аминь. И не только мужчина должен иметь власть над домом и говорить остальным членам семьи, что им делать. Нет, Библия не говорит. Дети повинуйте своему отцу. Она говорит, повинуйте своим родителям. Муж и жена. Вместе в завете. Перед Богом. Говорю вам. Это самая сильная вещь на всей земле. Слава Богу. Я имею в виду, что это частица небес здесь, на земле. И Бог будет бороться за нее. Именно поэтому дьявол так старается вбить клин в вашем доме. И развалить вашу семью. Потому что, говорю вам. Семья – это дело Божное. Именно так он первоначально и установил власть. Затем, есть власть в том, двое или трое согласятся просить о всяком деле, то будет им от Отца Моего Небесного. Это 18, 19 и 20 стихи, 18 главы Евангелия от Матфея. Что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. На земле, на земле. Если двое из вас согласятся на земле, ибо где двое или трое собраны во имя Мое, сказал Исус, там Я посреди них. Для чего? Чтобы выполнить это соглашение, чтобы обеспечить сверхъестественной силой. Когда народ Божий, рожденные свыше, имеющие Духа Святого Люди, соглашаются о чем-то на основании Слова Божьего, тогда служение и власть Господа Иисуса Христа, как Господа и главы Церкви, почитают такую молитву, потому что эти люди утверждают духовный закон. Теперь прочитайте это. Что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. И что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Если вы посмотрите эти слова, возьмите словарь библейских слов и посмотрите, что эти слова означают, то вы увидите, что в греческом языке это означает «все, что вы объявите законным». «Все, что вы закроете, будет закрыто». «Все, что вы откроете, будет открыто». «Все, что вы объявите законом, будет законно». «Все, что вы объявите незаконным» имеется в виду в Духе. Понимаете? Это противоречит закону небес, чтобы в вашем теле была немощь и болезнь. Это противозаконно. По земле свободно разгуливает один преступник. Он не должен разгуливать свободно Но он разгуливает, потому что церковь просто позволяет ему делать все, что ему хочется Вместо того, чтобы отдергивать его за цепь на его шее Аминь Итак, у вас есть власть на различных уровнях Но возьмем, например, вот эту церковь Игломаунтин, расположенную на территории миссии Кеннета Копланда В Форт-Уорте, штат Техас Когда Бог ставит пастора И он собирается вместе со своей церковью В среди них есть согласие И такая церковь обладает определенным уровнем власти В своем районе В своем городе А в некоторых случаях во всем мире И церковь Игломаунтин называется международной потому, что это международная церковь У нас есть дочерние церкви в разных местах по всему миру У нас есть штатные работники в других странах по всему миру И другие церкви И таким образом Бог собрал группу людей Соглашающихся в Завете В крови Иисуса Которых объединяет вместе Божественный порядок И божественная связь Создавая определенный уровень власти И нам нужно брать власть Что мы в этой церкви делаем Мы берем власть над каждым бесом Над каждым злым духом, приходящим в этот город Чтобы причинить ему вред Аминь Нельзя допускать, чтобы бесы приходили в этот город Аллилуйя Теперь Я хочу затронуть один аспект Касающийся нашей молитвы У нас еще есть время об этом поговорить 22 стих 4 главы книги Даниила Доколе познаешь, что Всевышний Владычествует Над Царством Человеческим И дает его кому хочет Мы уже немного с этим разобрались Но я хочу, чтобы мы еще посмотрели Вторую книгу Паралипоминон Вам хорошо знакомо это местописание? Бог сделал все это очень простым Бог спрашивает с тела Христова За то, что происходит в политике За то, что происходит в экономике И за то, что происходит в духовной сфере страны За американскую нацию ответственно тело Христова в Соединенных Штатах А не демократы с республиканцами Тело Христова Мы не являемся политической организацией Мы не политический пакт Наша политика на небесах И мы не голосуем за или против него Иисус, глава церкви, работает на постоянной основе Аминь Итак, он сказал в 14 стихе 7 главы 2 книги Паралипоминон «И смирится народ Мой, который именуется именем Моим, и будут Что? Молиться И взыщут лица Моего И обратятся От худых путей своих То я услышу с неба И прощу грехи их И исцелю землю их Теперь откроем вторую главу Первого послания к Тимофею Еще обратите внимание, что в этом месте Писания не сказано Если вся нация Нет, здесь ничего не сказано о нации Здесь сказано «И смирится народ Мой, и взыщут лица Моего» Понимаете? Если Мой народ это сделает, я исцелю их землю Здесь не сказано, чтобы это делали все, живущие в той стране Нет Он сказал «Если народ Мой, потому что Бог ожидает, что именно Его народ Будет молитвенной силой и властью Поддерживать все в должном состоянии До возвращения Иисуса Теперь обратимся ко второй главе Первого послания к Тимофею В эти последние минуты мы это прочитаем, и вы это увидите Итак, прежде всего Прошу совершать молитвы, прошения, моления Благодарения за всех человеков За царей и за всех начальствующих Дабы проводить нам, церкви, жизнь тихую и безмятежную Во всяком благочестии и чистоте Ибо это хорошо и угодно спасителю нашему Богу Который хочет, чтобы все люди спаслись И достигли познания истины Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками Человек Христос Иисус Предавший себя для искупления всех Таково было в свое время свидетельство Для которого я поставлен проповедником и апостолом Учителем язычников вере И так желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи Воздевая чистые руки без гнева и сомнения Итак, он сделал это все очень простым Послушайте, он сказал Просто делайте так Прежде чем молиться о чем-либо другом Для этого не требуется сорокадневный пост Он просто сказал Вначале молитесь об этом Отец, я молюсь во имя Господа Иисуса Христа Во время своей сегодняшней утренней молитвы Я молюсь за всех людей Я молюсь за президента За вице-президента За всех членов Конгресса За всех судей этой страны За всех начальствующих Во имя Господа Иисуса я совершаю прошения и моления Если ты хочешь, чтобы сегодня утром я помолился еще какими-то молитвами То вот, я помолюсь несколько минут в духе Я здесь для тебя Если я тебе нужен, то используй меня, Иисус Если он не хочет, то что ж, хорошо Аллилуйя Видите, насколько простым он это сделал Он не говорит, что вы постили 40 дней, ничего не ели и так далее Впрочем, если он призовет вас к этому, то попаститесь Но он сказал, просто каждый день первым делом делайте это Аллилуйя Наше время подошло к концу Мы вернемся через минуту Здравствуйте, добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего» Я Коннет Копланд И сегодня наши передачи снова транслируются из церкви Игл Маунтин Расположенной в Форт-Ворте на территории миссии Коннета Копланда Хвала Господу Мы так рады, что вы присоединились сегодня к нам У нас здесь собрались прекрасные люди Сегодня в этой церкви много партнеров И мы так рады, что вы здесь Хвала Господу Давайте воскликнем и поблагодарим Бога за всех, кто присоединился сегодня к нам Хвала Господу Аминь Отец, мы благодарим тебя за сегодняшнюю передачу Мы прославляем тебя за власть верующего Во имя Иисуса Аминь Давайте откроем наши Библии на том месте На котором мы остановились вчера А именно на 14 стихе 7 главы 2 книги Паралипоминон Бог рассчитывает на тех, кому Он передал власть исполнять Его волю Его желание Его мечту Об искуплении человека на этой земле Согласно Его воле И Его Слову На нашей передаче в понедельник мы представили себе такую картину Когда кто-то взывает к Богу И Бог дает ему огромное оружие Огромное ружье и гигантские патроны И он говорит Хорошо, раз ты меня позвал Я тебе сейчас кое-что покажу И он заряжает это ружье И после его выстрела вокруг не остается ни одного беса В комнате не остается ни одного беса И затем он отдает это ружье вам Со всеми патронами Которые когда-либо смогут вам понадобиться И оно сильнее любого существа на этой земле Аллилуйя Аминь И Бог говорит Во имя Мое Заряжай Но что же вам еще нужно? Идите по всему миру Аминь Библия говорит, что Он дал нам все свое оружие Все оружия Божьи Слава Богу Затем вы берете это оружие И вешаете его на гвоздик Кланяйтесь ему по два раза каждое утро И затем при первых признаках беды Начинаете кричать Причитать Плакать И рыдать О, я не знаю, почему Бог допустил, чтобы со мной такое случилось И что же с вами, моя дорогая, случилось? Неужели вы не видите? Посмотрите на всех этих грабителей и воров Которые ломятся в мой дом Это просто кошмар Что же мне делать? Это просто ужасно А где ваше ружье? Какое ружье? То, которое дал вам Бог Оно висит там на гвоздике Это святыня Я к нему не прикасаюсь Возможно, это не воля Божья Чтобы я из него стреляла Для меня это было бы слишком Именно поэтому ваш дом полон бесов И пришел этот преступник Он видел, как вы повесили это ружье на гвоздик Он вас совсем не боится Но если вы пойдете и начнете снимать это ружье с гвоздика То, говорю вам Дьявол разворачивается и говорит О, нет Она все узнала Вы можете так его запугать, что каждый раз Когда вы будете утром просыпаться, он будет говорить О, она снова проснулась Надо отсюда убираться Но вы должны взять власть Вы знаете, что власти города Наделяют полицейского властью И у этого полицейского есть власть На нем одета эта форма У него есть значок И он стоит посреди улицы И когда вы едете по улице Он свистит свисток, поднимает руку Нужно остановиться В чем же здесь дело? Вы сидите за рулем автомобиля Весом в полторы тонны, а то и больше И впереди у вас на дороге стоит он Этот паренек К форме которого приколото 150 граммов металла И вы должны остановиться И если вы не остановитесь То дело примет серьезный оборот А все потому Что у него есть право и власть вас останавливать А теперь Возьмите того же самого полицейского С той же самой властью Теми же самыми полномочиями Дающие ему право поднимать вот так руку И посадите его В танк И вот он едет по тому перекрестку Заряжает 90-миллиметровый снаряд А затем Высовывает голову и говорит Стой! Боже мой! Тут уже не важно, какая большая у вас машина Даже если вас зовут Саддам Хусейн Вы все равно должны остановиться Аминь! Да! Почему? Потому что у него есть не только власть Но и оружие У него есть сила Это крещенный Духом Святым Говорящий на иных языках Размахивающий Библию верующий Аллилуйя! Аминь! Я серьезно Слава Богу! Говорю вам Этот знает свое дело И когда вы встречаете такого человека Вы встречаете того Кого дьявол Да, он может к вам цепляться И устраивать из-за этого какие-то сцены Пытаясь вас немножко напугать Но когда вы встречаете маленькую старушку Знающую, кем она является во Христе Иисусе То все бесы ада Спокойно могут собирать свои вещи И убираться оттуда Потому что она их не потерпит Аминь! Хорошо, давайте прочитаем 14 стих 7 главы 2 книги Паралипоминон И смирится народ мой Не вся нация И смирится народ мой Который именуется именем моим Сказано ли здесь И позволит народ мой Который именуется именем моим Мне его смирить Бог сказал не так Он сказал смириться Вы можете слышать, как люди говорят А некоторые даже проповедуют об этом Стоя за кафедрой Что ж, должен сказать вам одну вещь Бог поставит вас на колени И вы слышите, как люди молятся О, Боже Опусти моего мужа так низко Чтобы ему ничего не оставалось Как посмотреть вверх Вы только что разрешили дьяволу его уничтожить Вы не должны так молиться Это не по Писанию Слово Божие не говорит так о ком-либо молиться Она говорит, молите господина жатвы Чтобы выслал делателя на жатву свою Аминь Что вам следует делать Так это связывать дьявола Который тянет этого человека в ад Связывать это Ты дух, действующий в жизни дяди Фреда Во имя Иисуса я беру на тобой власть Я связываю тебя Прекрати сейчас же свои попытки удержать его от царства Божьего Иисус сказал Если хотите расхитить дом сильного Прежде свяжите его Не говорите Богу о дьяволе Если только вам не нужно получить о нем больше информации О Боже Я связываю дьявола Подождите минутку Не пытайтесь связывать дьявола По дороге заезжая на небеса Нет Следуйте тому, что сказал Иисус Именем Моим Изгоняйте его Разве Иисус, будучи искушаем в пустыне Разве Он молился? О Отец Я выступаю против дьявола во имя Твое Он не обращался к отцу Он обращался к дьяволу Он уже раньше говорил с отцом И когда сатана ему что-то сказал Иисус сразу же ему ответил Написано, сатана Написано Видите, как он с ним сражался? Написано Аминь Итак, он сказал И смирится народ Мой Который именуется именем Моим И будут молиться И взыщут лица Моего И обратятся от худых путей своих То я услышу с неба И прощу грехи их И исцелю землю их Осознавали ли вы Что вы можете молиться за президента Молиться за вице-президента Молиться за семьи И молиться обо всем этом утром Согласно Давайте откроем это место В первом послании к Тимофею Потому что здесь, в Новом Завете Фактически говорится о том же самом Итак, прежде всего Это вторая глава Итак, прежде всего Прошу совершать молитвы Прошения А молитвами и прошениями Мы молимся за верующих Моление или ходатайство Если вы изучите Новый Завет То увидите, что молитва ходатайства Совершается за людей, не знающих Бога Сам по себе это интересный вопрос Тема молитвы Молитвы Прошения Моление или ходатайство Благодарение за всех человеков Если вам на работе кто-то не нравится Вы, наверное, его пропускаете Вы за него не благодарите Ну, знаете, могло бы быть и хуже Интересно, каким образом К вам на работу мог устроиться Гитлер-младший Так что Все не так уж плохо Но скажу вам Что если церковь не будет делать свою работу Все может стать гораздо хуже Аминь Потому что только тело Христово Остановит такого рода вещи Аминь Итак Благодарение за всех человеков За царей и за всех начальствующих Дабы проводить нам, церкви Жизнь тихую и безмятежную Во всяком благочестии и чистоте И вот почему Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу Который хочет, чтобы все люди спаслись И достигли познания истины И дальше в восьмом стихе говорится Итак Желаю, чтобы на всяком месте Произносили молитвы мужи Воздевая чистые руки без гнева и сомнения Бог сделал это настолько простым В духовных вещах Гораздо ценнее быть постоянным Чем строгим Гораздо ценнее молиться Прежде всего Во время утренней молитвы Гораздо ценнее, чтобы вы в молитве Просто сказали Господь, я молюсь в послушании Записанному во второй главе Первого послания к Тимофею Прежде всего Я послушен этому И согласно второй книге Паралипоменон Я смиряюсь Я ищу твоего лица и молюсь Я благодарю тебя за исцеление Этой земли Гораздо лучше молиться так на постоянной основе И делать себя доступным для Духа Святого Он может взять и побудить вас в течение месяца Каждый день молиться о какой-то конкретной ситуации Вы можете заметить, что во время молитвы на работе Или чем бы вы ни занимались Вы чувствуете постоянное побуждение Молись за президента Или молись за конгресс Молись за это Молись за то И не позволяйте средствам массовой информации Руководить вашей молитвенной жизнью Они не знают ничего до тех пор, пока это не произойдет А затем в половине случаев Они не говорят вам правды Так что не позволяйте этому Руководить вашей молитвенной жизнью Именно поэтому так важно молиться Прежде всего, каждый день Каждый день Будьте постоянными Это гораздо лучше Вы бы лучше каждый день 5-10 минут молились бы таким образом за страну За нацию И за благосостояние этой страны Возьмите власть на дьявола, скажите Руки прочь от моего президента Аминь Вы будете гораздо эффективнее Молясь так 5-10 минут в день Чем постясь каждое лето в отпуске по 16 дней Это гораздо эффективнее Духовные вещи так гораздо эффективнее Потому что Бог сотворил всю эту систему В которой мы с вами задействованы Всю эту материальную вселенную По принципу семени, времени и урожая Вы когда-нибудь видели семя, работающее иначе? Оно просто растет понемногу каждый день Целый день В постоянстве В постоянстве Сила Вашей жизни Я бы лучше предпочел Чтобы вы молились каждые несколько минут По 10-15 минут Чем постились целый день раз в неделю Если Бог призовет вас к этому посту То вы это узнаете Если вы практикуете Божье присутствие Однажды об этом спросили Смита Виггельсворта И когда я это прочитал, я подумал Боже мой, я этого не знал Пока тогда об этом не прочитал Я подумал Это точное описание моей молитвенной жизни Его спросили Сколько времени вы молитесь? Ведь в его жизни было столько силы У него мертвые воскресали Это зарегистрировано Было 17 зарегистрированных случаев Это те, которые происходили в больницах На похоронах Там, где это регистрировалось Так что приходилось аннулировать свидетельство о смерти Это зарегистрировано Аминь Во время его служения И у него спросили Сколько времени вы молитесь? Он ответил Я очень редко молюсь больше 10 или 15 минут подряд Но очень редко проходит 10 или 15 минут Когда я не молюсь Понимаете, что он делал? Он практиковал присутствие Божье Что значит практиковать присутствие Божье? Просто практикуйте его присутствие А как это делать? Разговаривайте с ним Забудьте, пожалуйста, о всяких клише И высокопарных обращениях Избавьтесь от них Представляете, каково Богу это слушать Когда кто-то разговаривает с ним закрученным высокопарным языком О да, аминь Вы ведь так с другими не говорите Как бы вы себя чувствовали, если бы так с вами разговаривала вся ваша семья Причем только с вами А с остальными они бы разговаривали нормально Вот они заходят И говорят Здравствуй, отец Все остальные были бы у них просто дружище, а вы отец Вам было бы неловко Будь я Богом, мне было бы неловко слышать такое от обычного нормального человека Не соблаговолите ли его узнать? Боже мой Будьте самими собой Это религиозная привычка и не больше Просто будьте в этом общении самими собой И практикуйте его присутствие Постоянно разговаривайте с ним Он сказал, не оставлю тебя и не покину тебя Даже до скончания века Я всегда буду с вами Когда я только начинал это служение много лет назад Я все еще зарабатывал на жизнь, работая пилотом И первое, что я стал делать, когда родился свыше Я осознал О, я спасен, слава Богу Мне не нужно идти в ад И я был в таком восторге Я это сделал, слава Богу Мне постоянно хотелось просто молиться и благодарить Бога И когда я садился в самолет, в котором находились пассажиры Я брался за дроссель Мне было не важно, кто был рядом Мне было все равно Я говорил О, Господь, будь с нами в этом полете, слава Богу Понимаете? Но в конце концов я узнал, что он сказал Не оставлю тебя и не покину тебя Так что я зря тратил время молясь Будь с нами в этом полете Я осознал это Потому что его слово уже сказала Не оставлю тебя и не покину тебя И с тех пор, хвала Господу, все эти годы, когда мы выворачиваем На взлетную полосу Я говорю Слава Богу Спасибо, Иисус Ну, поехали Аминь Поехали Он был здесь, когда я взлетал Он со мной всю дорогу И он будет там, когда я туда прилечу Слава Богу, аминь, аллилуйя И вы удивитесь тому, какой заряд силы это даст вам на весь день Вы подходите к своему шкафу Господь, что ты об этом думаешь? Что ты хочешь, чтобы я одел? Ну, ты же не хочешь, чтобы я одел это тряпье Я не хочу это носить И вы смотрите на что-то другое, но испытываете тоже побуждение Лучше достань и одень это У него есть причина, почему он хочет, чтобы вы это одели Возможно, эта одежда настолько отвратительна, что, когда кто-то попытается вас схватить, не захочет с вами связываться Если вы это оденете Возможно, Бог знает, что есть человек, которому вы будете свидетельствовать И ему понравится именно этот костюм Какой бы ни была причина, забудьте о себе Оденьте это Аминь Он этим руководит Аллилуйя Позвольте ему руководить в вашей жизни И скажу вам, что, делая так постоянно, через какое-то время вы придете к тому, что, открыв утром глаза, вы будете говорить О, Господь, слава Богу Я молюсь сейчас за нашего президента Я молюсь о Божьей защите вокруг него Я молюсь о Божьей любви, окружающей его и его семью И обо всем, что происходит в правительстве Обо всем, что происходит в нашем штате Я молюсь за губернатора нашего штата Я молюсь за всех стоящих сегодня у власти А затем, если вы будете целый день ругаться на политиков и на их плохую работу, то просто сведете на нет все, о чем вы молились, понимаете? Носите эту молитву с собой целый день Ходите в этой власти Даже если вам кажется, что это мало что значит Знаете, у нас возникает такое чувство Ну, я лишь одна песчинка в этом океане Что моя молитва вообще меняет? Нет, вы не просто песчинка Вы рожденный свыше Омытый кровью Иисуса Пересотворенный Духом Святым человек Обладающий феноменальной властью Если только вы о ней знаете Один человек может изменить жизнь всего общества Такое случалось много раз Некоторые говорят Ну, это произошло случайно Нет, не случайно Кто-то в это верил Кто-то верил, что будет такая церковь Кто-то изменил естественный порядок вещей Прибывая в присутствии Бога Всемогущего Аминь Аллилуйя Вы следите за ходом моей мысли? И в оставшиеся минуты сегодняшней передачи Я хочу, чтобы мы вернулись к книге Бытия Я хочу вам здесь показать то Что откроет ваши глаза Это очень сильно Первая глава книги Бытия Смотрите Третий стих И сказал Бог Да будет свет И стал свет Заметьте Вот первый Второй Третий Девятый стих Это третий раз Теперь опускаемся ниже Четырнадцатый стих Это пятый раз И сказал Бог Двадцатый стих Это шестой раз И сказал Бог Опускаясь еще ниже Вы доходите до двадцать четвертого стиха И сказал Бог В седьмой раз здесь записано И сказал Бог Затем двадцать шестой стих Восьмой раз Дух Божий Написал это таким образом Чтобы донести до нас Что именно с помощью своих слов Бог и высвобождает свою творческую силу Он сказал Затем он доходит до двадцать шестого стиха Сотворим человека по образу нашему Бог продолжал творить так же, как творил раньше Он творил человека, говоря это Вы меня слушайте И вот для чего Сотворим человека по образу нашему По подобию нашему И довладычествует Слово «владычествовать» означает «управлять» Это древнееврейское слово Фактически означает Управлять И царствовать И да управляют они рыбами морскими И птицами небесными И скотом И всей землей И всеми гадами Присмыкающимися по земле И так Бог сотворил человека по своему образу Он сотворил человека по своей силе Бог сотворил его таким Чтобы он мог действовать, как он Говорить, как он Делать, как он Думать, как он И владычествовать, как он С помощью слов своих уст Со властью Аллилуйя Заметьте Что это те слова Которые сотворили Адама Это были слова Владычества Именно поэтому сегодня все люди Хотят владычествовать Над чем-то или над кем-то А единственное, над чем Бог не сказал Человеку здесь владычествовать Это над другими людьми Но именно над ними люди в действительности И хотят владычествовать Над другими людьми А такой власти у человека нет Аминь Аллилуйя Вы что-нибудь получили на сегодняшней передаче? Хвала Господу Мы вернемся через минуту Я верю всем своим сердцем Поскольку я знаю Что произошло в моем духе На сегодняшней передаче Я верю, что многие наши телезрители Которые ухватились сегодня за слово Божье Получили ответы на многие свои вопросы Режиссер нашей передачи Тим Фокс Только что как раз сказал Это так просто, верно? Это настолько просто, что вам нужно потрудиться над тем, чтобы неправильно это понять Но религия является великим обманщиком Религия говорит Ну смешай это с двумя стаканами лимонного сока Одним стаканом земли Двумя глазами лягушки И одним грибом Это не будет работать Ну это никогда не работало Наверное, Бог никогда и не хотел, чтобы это для нас работало Но знаете, так это делал мой дедушка А до него так это делал его отец И для них это тоже не работало И религия именно это и делает Религия вставляет между строк все то, что убивает веру Убивает то, что является катализатором Иисус сказал Ваши традиции делают Слово Божие неэффективным Устраняет его Аллилуйя Итак Не обманывайтесь Бог поругаем не бывает Что посеет человек, то и пожнет Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление А сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную Хвала Господу Это духовный закон Если вы получили освобождение, смотря эту передачу Если она благословила вас Если вы верите, что она пришла в вашу жизнь от Бога Всемогущего Тогда у нас есть определенные обязанности Оговоренные в Слове Божьем Я говорю это не потому, что хочу, чтобы вы присылали деньги в наше служение Честно говоря, что касается денег, неважно, пришлете вы их или нет У меня есть вера, чтобы верить об этом Богу, и именно это я и делаю Но Слово Божие говорит Для того, чтобы вы могли быть благословлены И могли пребывать в этом Если вы научились чему-то и были благословены духовно То вы ответственны за то, чтобы поделиться своим добром Чтобы помочь этому служению благословить кого-то еще И для меня это важно Поскольку я хочу видеть это живым в вашей жизни Кто-то может сказать, да, но я не верю во все это сеяние Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет И в этой шестой главе послания Галатам Павел говорил о деньгах Так уж оно устроено Именно об этом там и говорится? Да, именно об этом Это хорошая иллюстрация, не так ли? Мне это понравилось Хвала Господу Отец, мы молимся о сегодняшнем дне пожертвований на этой передаче во имя Иисуса Я прошу тебя Открой каждому человеку, который меня сейчас слышит Как они могут участвовать в финансовой поддержке этого служения И того, что оно делает Достигая этот мир законами веры На бескомпромиссной основе И мы благодарим тебя за это Во имя Иисуса Аминь Чтобы Господь не говорил вам сделать Сядьте и сделайте это Просто напишите нам миссию Кеннета Копланда По адресу, который вы видите сейчас на экране И в своем письме укажите, пожалуйста По какому каналу вы смотрите нашу передачу Станьте частью хорошей церкви Присоединяйтесь к нам на передаче Победоносный голос верующего с понедельника по пятницу А пока я, Кеннет Копланд Напоминаю вам, что Иисус Господь